Всем здравствуйте дорогие друзья! Вас всех рад приветствовать в третьей серии по прохождению игры Violent Hearts. Итак, мы с вами только что взорвали газовый котел и направляемся куда-то дальше с Седриком. Непонятно куда. И сейчас бомбардировка началась. Ух, ё-моё. Газовая даже бомбардировка. Угу, что-то подобрали мы с вами. Так. Я не могу никак схватиться за неё, за эту верёвку. Странно. Он бежит. Так, там газы. Так, теперь мы опускаем. Есть. Собаку туда. Надо думать по-собаче. Сос, сос, помоги. Эмиль, помоги. Так, сейчас помогу. Друг, подожди, чуть-чуть, буквально. Вон он, вон он там. Просит помощи. Секунду. Секунду, друг. Спасибо, мой друг. Часы, да? Вот, мы взяли часы с вами. Прочитаем. И ещё, план газовой атаки. Стратегия атаки с использованием газовых баллонов была очень незамысловатой, а её успех сильно зависел от погодных условий, особенно от ветра. Позиции врага обязательно должны были находиться ниже места расположения резервуаров, иначе облако газа могло повернуть обратно и накрыть самих атакующих. В силу всех этих факторов, план каждого боя строился в строгом соответствии с прогнозом погоды. Ух ты. Ух ты. Знаете, откуда пошла поговорка? Ух ты, пошли, копаем, копаем, копаем. Махнём, не глядя. Махнём, это Первая мировая война, а этот, как его, скажите. Ух ты, какая-то девчонка. Вот это эпик. Сигнули в тачку. Она родилась в Бельгии. В Париж она приехала учиться. Ей почти удалось отыскать пропавшего отца. Судьба была благосклонна. Все они двигались в одну сторону. Но на подходе к ВИМИ их заметил германский ответ. Так, а мы можем... Мы можем маневрировать. Ух. Мань, 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 мань. Это как, знаете, нет, 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 нет. Спит прям, дрифт. Дрифт во времена Первой мировой войны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Печаль. Попытка номер два. Блин. Молодец, женщина. За рулем такого автомобиля. Еще и войну. Так, атака. Аккуратно. Вот, блин, еще пройти. Уже прям на обочину заехали. Фух. Ну, вот так вот, не дай бог, в жизни, конечно, война. Это страшная вещь. Очень страшная. Ух ты. Это мины, типа минное поле, что ли? Едем вперед, пока все четко у нас. Пока мы держимся очень хорошо, я бы сказал. Мы можем. Можем, можем проехать к месту или к точке назначения. Нас, по-моему, только один раз подорвали. На второй попытке. Ух. Но смеются. Это тот урод, куда генерал залез. Оооо. Цедрик, блин. Она полевой врач, наверное. Эмиль. Эмиль. Так, нам нужно найти аптечку. Ночь. Лабиринт какой-то. Вот, зараза. Так, значит, нам надо собаку отправлять. Он палит, палит контору. Все, теперь лезем. Нет, уходим, уходим. Так, вот теперь я не понимаю. Четыре. Типа, сиди, жди. Непонятно. А мы не можем, да, через это перелезть? Непонятно. И сюда мы тоже, по-моему, не можем, да? А, вот нам где надо гранату взять. Собаку отправим. Блин, что бы мы делали без этого пса? Давай. Молодец. Хорошая собачка. Очень хорошая. Хорошая. Нет, не получится. Да, нам надо наверх кинуть. Собака злится, что ей второй раз приходится бежать за этой. За гранатой. Немецкой. Так, вот так, наверное. О, отлично. Успеем мы? Успели. Ждать сильно долго тоже не хочется. С этим половником лупасит. Нам куда? Направо или налево? Сколько тут немцев? Их тут просто немерено. Все. Кирдык. Они сразу бегут к нам, получается. Бегом-бегом-бегом-бегом-бегом-бегом. Они на степо догоняют. Нам останавливаться ни в коем случае нельзя. Интересно. А как так? Очень интересно. Направил я туда собаку. А дальше что? Вот они опять ко мне бегут. Они меня типа не замечают за этими щитами, получается. Я типа спрятался и все. А собака моя там. Так. Идем. Ладно, дальше. Что она должна сделать? А, вон эти плоскогубцы. Так. Они бегут назад. Мы успеваем. Мы тогда ж успели. Блин, мы как ассасины, ребят. Ко мне иди. Да. Сильно. Похвалить собаку, это дело святое. Офигеть, развалились. И какие-то, наверное, китайские были. Плоскогубцы эти. Пассатижи. Опа, предмет. Какая-то бутылка. Давайте глянем. Фляга пехотинца. Интересная фляга. Вода на фронте часто оказывалась в дефиците. Поэтому чувство жажды было очень хорошо знакомо с солдатом. Обычно бойцы перевозили запас воды в бочках. Однако некоторые использовали небольшие личные фляги или бурдюки. Вообще. Вообще. Там и с едой был конкретный дефицит. Там голодать приходилось. Можно было. Неделями. Ну, неделями. Неделю точно без еды. Приходилось жить. Еда была в конкретном дефиците. Так, собака. Че у нас собака? Ничего у нас собака не может сделать. А тот урод сразу видит и стреляет. Значит, нам просто пробежать нужно. Все. Пробегаем. Не успел он. Тихо, тихо, тихо. Неужели мы его завалим сейчас? По ловникам. На нафиг. Фух. Это сильно. По ловникам. Так, что мы с этим можем сделать? Другом. Ну, даже если мы его оттащили, то что дальше? Непонятно. Тут тоже пока непонятно. Нам надо сначала поставить эту... Мину, наверное, чтобы взорвать. А второй у нас нету. Интересно, одной мы сможем подорвать? А че у нас собака там сидит? Подругу свою подорвать? Мы не сможем. Наверное, надо будет заходить туда. Или мы и так сможем взорвать? Значит, правильно я туда сначала пошел. Там взять можно. Или вот еще собаку туда запустить. Пойдемте. Вот, видите? А здесь и что у нас? Смотрите, там какая-то тоже фляжка стоит, но мы ее взять не можем. Печально. Ладно. Собаку забираем. Умница. Вот Эмиль, фермер, познакомился с собакой. Она ему помогает. Тот как раз скрылся, этот пулеметчик. Все, давай, спать. Пора спать. Собака, выбегай оттуда. Не хочу я тебя убивать. Бабах. На видимости, за дыма нулевая. Мы вообще же идем куда? Мы идем за аптечкой. Нам нужна аптечка, чтобы вылечить Седрика. Пулеметчики всякие. А, нам надо, наверное, за повозкой идти. Чтоб нас не засекли. Умно, хитро. Окей. А дальше-то что? Дальше-то что? О, мы можем тут выкопаться. Блин, а? Ну, е-мое. А как я тут появился так неожиданно? Нам нужен ключ. И там деньги еще, монетки какие-то лежат. Закололи моментально нас. Отвора, отвернись его. Все правильно. Тю, а как так? Я думал, мы его сейчас завалим и все. Так, письмо какое-то мы с вами нашли. И там у нас рычаг есть. Собаки нету. Тут тоже у нас все. Не можем. Да зато мы тут освободили. О, интересное кино. Бутылку-то мы взяли. Вернулись. Ничего мы туда поставить не можем. Может, в него надо кинуть бутылкой? И, конечно, решение такое не очень. Но ничего другого у меня не остается. Нет. На него это никак не повлияло. Бутылка нужна для чего-то другого, значит. Так, может, кинуть в этот, чтобы был пожар, но сомневаюсь. Это как бы на фоне горит. Нет. Не то. Не то пальто. И бочка. Для чего-то мы ее же должны были подвинуть. Правильно? Чтобы взять вот этот ручаг. Правильно же я понимаю. Давайте посмотрим. Кинуть мы тоже не можем ее. Она никак не перелетит. Ударить тоже не можем. Не копнуть. Ничего не можем. Значит, содвигаем бочку дальше. Все, дальше она не проходит. Ладно, хрен с ней, значит. А зачем нам тогда в собаку кинуть бутылку? Ну, это бред. Зачем так делать? Мы-то можем. Нам надо ту ручку достать. Чтобы спустить пчесса к нам. Не попал. Нам повезло. А может он отвернется, если я вот так кину? А что он его не бил? Я не пойму. Я его нажимаю бить, он его не бьет. Странно. Или нам просто пройти? Ну, это, конечно, жесть. Так, отлично. Ручку мы забрали. Забрали еще один предмет. И нас сразу здесь убивают. Странно. А, все, мы можем. То, наверное, просто глюкануло. Ну, ничего. Бывает, бывает. А то, правда, дурость какая-то получается. Мы ему ничего не сделали. Но сами потом выйти не можем. Давайте зачитаем предмет, который мы взяли. Мы взяли письма германского солдата. Дорогая моя Инги. Мы сидим в этой дыре еще с января. Я уже не могу все это выносить. Сколько можно ютиться тут? Подобно крысам. Я очень скучаю по былым денькам. По нашим с тобой прогулкам под липами. Даже на свою фабрику я сейчас с удовольствием бы вернулся. Очень тебя люблю. Твой дитер. Так. И у нас банка сардин. Солдаты регулярно получали стандартное армейское питание. Но посылки с продуктами из дома всегда содержали что-то особенно вкусное. Рыба и паштет. Расфасованные в жестяные банки. Делали рацион бойцов более разнообразным и питательным. Угу. Банка сардин. Еще есть какие-то деньги. Вот эта штучка, которую мы с вами не забрали. Не смогли забрать. Непонятно почему. Но не смогли. Может быть надо было как-то. Что-то как-то. Давай запрыгай. Братан. Угу. Собаку мы взяли. И теперь собака нам принесет. Так. Принесет нам монеты. И принесет ключ. Иди сюда. Сюда, сюда, сюда. Ты что? Куда ты ему пошла? Ключи приноси. Так. А монетку? Вот. Британские монеты. Несмотря на бушующую вокруг войну, жизнь на фронте текла своим чередом. Военная экономика базировалась как на обмене, так и на деньгах. Солдаты часто приобретали провизию в городах, расплачиваясь средствами из своего жалования. В 14-м году рядовой британский пехотного паука британского получил, получал в день один шиллинг, который называли королевским. Ежедневно отчислялись 6 пенсов на жену и по одному пенсу на ребенка солдата. Сейчас стоимость одного шиллинга составляет около 3,221 фунта стерлингов. То есть 5,5 долларов США. Маленькая была зарплата, если по нынешним меркам читать. Но, 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 так, а что мы? Мы ключ получили, а эту штуку мы не открыли. Нам нужно открыть. Мы сейчас сюда ради этого и пришли. Так, этот проход мы открыли. И этот тоже. Ну, а что мы не можем взаимодействовать? Думаю, думает. Думаю, думают. Думаю, это хорошее дело. Так, собака ничего нам сделать не может. Так. Ага. Вот это уже получше. Забираем эту, этот круг себе. Псина притащит мне его. Или нет. Нифига. Значит, мне надо его забрать. Собака бежит за мной. Ух, Эмиль, жесткий мужик деревенский. Ему все нипочем. Так, цепляем. И теперь открываем железную дверь. Там немцы, смотрите, развлекаются, тусят. У них там оркестр, музыка играет им там хорошо. Вот, блин, а. Говнюки. Так, смотрите, что-то у нас есть. Так, ребята, пора вам умирать, наверное. На, нафиг. Вот это нормально. Они живы остались? Реймс. Бомбят обычных людей, уроды вонючие. Так, за Фредрика играем теперь. Бежим, бежим, бежим. Ух, на грани, прям на грани. Е-мое. Злится, злится, Фредрик. Барон же улетает. Деда, нафиг, лупануть. Ох. Сос, сос, что-то там. Ммм. Опять ручки нету, сломано. Давайте. Тихо. Так, а мы не можем, да? С собакой пользоваться. Можем. Давай, на подъемник, быстро. Типа нет? Не хочет. А, блин, тут же стенка. Етишкин дрын. Че-то я вообще ступил. Вот, лестница, куртка какая-то. Давайте прочитаем. Комбинезон. Несмотря на то, что почти все трудоспособные мужчины были отправлены на фронт, производство в тылу остановить было нельзя. На заводы и фабрики массового пошли женщины, которым пришлось осваивать профессии, традиционно считавшиеся мужскими, работая при этом за гораздо меньшую плату. Отдельные представители слабого пола даже назначались на руководящие должности и принимали важные решения. В военные годы значительно изменили статус женщины в обществе. О, как. О, как. Откуда все это пошло, что мы независимые женщины? Мы все можем сами, нам не нужны мужчины. Ну, есть такие. Вот с тех времен пошло дело. Это, конечно, шутка. Ее очень так близко к сердцу не воспринимаете. Это, конечно, все страшно. Не дай бог вот так вот попасть в войну, чтобы отправляли твоих родных работать на заводе. Ты в это время воевал. Это, конечно, ужас. Вошли в дом. Так, а что мы здесь ищем? Еще один просит помощи. Человек. Моему помочь сейчас, походу, не можем никак, да? Не можем. Вот есть какая-то лестница. Ничего мы не можем. Он сейчас сгорит, получается. Ну, блин, ну, пошел бы он наверх по этой балке, попробовал бы. Я бы так бы и сделал. Если честно. Вот там дети плачут. Вот что-то с детьми. Давайте проверим, что с ними. Сейчас. Так. Ну, бери. Блин, я не понимаю, почему он... Во. Подтупливает немного. Спасли. Все, девочку мы спасли. Ура. Хоть одну спасли. Вот мужик. А, блин, е-мое. Не доглядел я под этим, под черным дымом умер. Так, на этом закончим, дорогие друзья. Спасибо, что остаетесь со мной. Очень интересно. Сейчас мы в разрушенном городе. Наш Фредерик пытается догнать этого генерала немецкого. Эмиля мы сейчас спасаем горожан, которым нужна помощь после бомбежки. И, надеюсь, так же дальше будет все интересно. И до сих пор у нас остается загадочная женщина, которая разыскивает своего отца. О ней бы тоже очень хотелось поподробнее разузнать. Все, всем удачи и всем пока.